Рада укрепила корпоративное управление в банках Украины. В Украине укрепят корпоративное управление в банках. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект номер 4367. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР. Запроголосовали 279 парламентариев. В общем, нардепы подали ко второму чтению закона почти полторы тысячи поправок. Документ усиливает ответственность Совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам Совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления, Совета и правления. Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками. Предусмотрена новая структура капитала банка, включительно с буферами капитала, и устанавливаются требования к достаточности ликвидности. Закон также расширяет полномочия НБУ в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора обеспечения оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка. Согласно документу, количество заместителей главы Национального банка возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора покурирования небанковского финансового сектора. При этом от нормы о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ отказались. В ходе рассмотрения закона в сессионном зале парламентарии также не стали запрещать служащим НБУ получать кредиты в банках и других финансовых учреждениях. Прописано, что член Совета НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена Совета. Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Напомним, ранее Финкомитет рекомендовал парламенту одобрить документ во втором чтении. Как писала РБК «Украина», соответствующий законопроект нардепы приняли в первом чтении в конце мая. Кроме того, в Украине могут усовершенствовать процедуру ликвидации банков.